Наш очередной круглый стол, он будет посвящен новому проекту. Этот проект необычный. Почему он необычный? Потому что это первый опыт. Он, это проект как бы совместный. Впервые мы делаем проект при помощи наших партнеров извне. Слышно меня? Слышно? Помашите, слышно оттуда, да? Хорошо. Значит, идея, о которой мы говорили, она в принципе общепонятна. Сделать исчерпывающий архив, базу данных, полных текстов статей и всех российских журналов на полную глубину. Но вы понимаете, задача в целом ставится так. Она маниакально большая, но она правильная. Она должна быть реализована. Потому что каждая страна должна иметь репозитория полных текстов, переводики, которые у нее есть. Значит, американский аналог J-Store показал необычайную эффективность. Во-первых, библиотекам не надо хранить в бумаге безумное количество, миллионы этих выпусков. Их обеспиливать, описывать и так далее. То есть максимум, что потребуется библиотекам, хранить текущие, если вот они очень читабельные журналы, какие-то бумажные, там несколько десятков. Все остальные журналы должны быть доступны онлайн, а все вот эти, которые текущие, полный массив статей должен быть доступен через какую-то единую точку доступа в стране. Значит, почему этот проект не реализован до сих пор был? Хотя, наверное, многие хотели бы это сделать, потому что, конечно, это привлекательная идея, в том числе и коммерческая. Потому что не было наличия двух факторов одновременно. Первое, это не была решена проблема взаимоотношений с правообладателями. К сожалению, большинство, глобальное, дотальное большинство журналов не имеют представления в электронном виде. Их там буквально проценты, которые имеют в России. Проценты. И то в основном научные. Это первое. Второе. Те журналы, которые имеют электронное представление, они это представление получили только за последних несколько лет. А у нас есть журналы, которые по 100 лет выпускаются, например. И они очень спрашиваемые. Вот наша библиотека имеет подписку на журнал электричества 110 лет. И когда мы 110 лет, включая все годы блокады, мы получали этот журнал. И когда мы сделали анализ при помощи того интерфейса, который вы видели, а что ж такое фонд нашей библиотеки, мы с удовольствием увидели, что он экономический, а не мультиполитехнический, как мы считали. Для нас это было откровение. Но мы еще и посмотрели востребованность, в том числе и периодики. И выяснилось, что 70% периодики не востребовано вообще. То есть если вы выписываете 100 журналов, то 70 из них ни разу не спрашивались за 3 года ни разу. Никем. Ни одним человеком, ни один выпуск. Вот она реальность. Хотя библиотекарь считали, ну как же, мы знаем, что его читают. Оказалось, что не читают. Вот. Поэтому без толку все это хранить, а потом списывать. Это все в корзину. Значит, проблема большая с правообладателями. И эту проблему невозможно быстро решить. Для этого нужны организации, которые специализированно этим занимаются. У которых есть автоматизированные системы ведения лицензионных договоров. Ну вы знаете, что в Штатах, например, каждая библиотека наравне с АБИС, имеет систему управления лицензионными договорами. Потому что если вы имеете соглашение с правообладателем до 12 часов такого-то декабря, если вы в 12 часов в одну минуту не прекратите доступ, то вам выкатит очень неслабый иск. А так как лицензии разные, с разными оговорками, со всякими причудами, их невозможно отследить просто ручным способом. В принципе, невозможно. Если речь идет о тысячах издательствах, то это, безусловно, тоже невозможно сделать ручным способом. Поэтому нам нужен был такой партнер, который имеет большой опыт общения с издательствами. А издатели-переводики это тоже специфическая вещь. К тому же требовалась система биллинга. Понимаете, биллинг это основная часть, которая осуществляет взаиморасчеты. Бесплатно ничего это не варится. Но одно мы четко знаем, что торговля это удивительная вещь. Это торговля такой процесс, когда она бывает выгодна всем. И кто покупает, и кто продает, и кто посредник. Но в результате все счастливы. Поэтому мы и хотели бы построить систему, которая была бы, удовлетворяла бы требованиям всех сторон. И все были бы счастливы. И библиотеки, и правообладатели, и может отдельные авторы. Вторая часть проблемы, крупная. Это не было организованной... Эту задачу невозможно в одиночку решить. Даже если вы соберете все национальные библиотеки, архивы, они не смогут это сделать. Потому что даже в издательствах нет архивов тех выпусков, которые они сделали за всю историю. Но они сохранились в разных библиотеках. Поэтому мы видим такой знак. Мы хотим использовать корпоративность, которая используется в проектах Арбикон, для того, чтобы объединить усилия многих библиотек, где хранятся вот эти бумажные выпуски. И договорившись с правообладателями дать возможность библиотекам получить цифровые копии этих выпусков. В принципе, мы ставим перед собой даже более крупную задачу, чем J-Store. J-Store работает с правом на выпуск, с образом журнала. Вы не можете запросить статью, вы получаете выпуск. Юридически это сделать проще. Мы хотим, чтобы у нас было право на каждую отдельную статью. Юридически это очень сложная проблема, потому что тут надо договориться. Должна быть юридическая практика. Как действовать? Вот есть разные понимания. Надо лично с автором заключать статьи, которые он отдал, выпруженные. Не надо. Надо с какими-то оговорками. Есть разные мнения. Значит, таким образом, соединившись с бизнесом, вот его здесь представляет книга-сервис, организация. И один из таких людей, идеологов с этой стороны, вот здесь представлен лица Иванова Виталия Сергеевича. Его вам представляли. Мы договорились о том, что мы порождаем совместный проект Арбикона, где будет учрежден проект, это не только Марс, это будет отдельный новый проект Арбикона. И совместно с агентством книга-сервис, а там на самом деле, ну не холдинг, там такое виртуальное объединение многих служб, мы начинаем этот проект. Причем, со своей стороны мы отвечаем за процесс оцифровки этих изданий, массовой оцифровки. А книга-сервис обеспечивает правовые основы легитимности вот этой оцифровки массовой. Значит, проект сложный, он многоуровневый, об этом, может быть, Игорь Валерьевич скажет. Никто не собирается, вот знаете, как тупо на эти танки, там, прыгать от забора до обеда, все подряд сканировать. Вот, намечены некоторые подходы, вот о них мы сегодня вот можем поговорить и с вами посоветоваться, ответить на ваши вопросы. Может, на какую-то часть вопросов мы не сможем ответить, но вот как я, как представитель Арбикона, я всегда был гор тем, вот мы делали все, за что брались. Мы хорошо думали, в результате получался проект, который работал в промышленной эксплуатации. Я надеюсь, что и этот проект будет работать в промышленной эксплуатации достаточно быстро. Обсуждаются разные варианты. Какая мотивация участников, да, с разных сторон, что они за это будут иметь. Будут ли, например, организации, которые сделали сплошные коллекции по конкретному журналу, обладать правом использовать эти цифровые объекты на своих локальных системах? Вот эти все вопросы вы можете задать. Мы постараемся на том уровне понимания, на котором мы вышли, на это ответить. Значит, физически этот проект находится в стадии, мы подписали уже даже соглашение. Но когда подписали соглашение Арбикон и книгосервис, и перешли уже к практической части, мы поняли, что это соглашение недостаточно. То есть проект столь сложный, что мы должны его переписать. И мы его аннулировали, вот буквально договорились недавно, да. Сейчас будет писаться более сложное соглашение, в котором максимально детально будут прописаны, кто, кому, чем обязан, должен, что происходит в результате расставания, да, потому что бизнес есть бизнес, это все. Но мы договорились так, мы постараемся сделать такие условия, задать в этом проекте, что было бы невыгодно его разрушать ни одной из сторон. Это можно сделать, мы примерно представляем как. Ну, я самое общее слово сказал. Итак, революционная ситуация, и мы видим, что именно в этот момент времени мы можем начать такой проект. Есть организация достаточно крупная, бизнес-структура, которая работает по бизнес-правилам, да, готова начать. И она уже начала, на самом деле, работу со страной. Есть РБКОН, который умеет делать корпоративные, реально работающие проекты, которые работают даже без поддержки государства, что нам крайне тяжело. Вот, ну, пять лет мы брошены государством, но мы не распались, мы существуем. Это дорогого стоит. Я надеюсь, что и этот ребенок, который мы создадим, будет долго и счастливо жить. Да, тогда, может, вы скажете, что есть. Еще раз добрый день, дамы и господа. Консорциум, контекстом, который я здесь представляю, стоит на нескольких, или базируется на нескольких таких достаточно известных на рынке структурах. В данном случае в этом проекте головной структурой от нас является известная на рынке периодики издания, на рынке распространения по подписке периодических изданий агентства книгосервис, его генеральный директор Сергей Николаевич Маленков, который, наверное, что-то скажет нам по поводу договорной лицензионной работы создателей в интересах этого проекта о первом опыте. Я хотел бы внести некоторую корректировку к вступлению. Александр Иванович, да, дело в том, что он нас сегодня сказал, это у нас первый опыт работы со внешними структурами. Арбекона, да. Так в том-то и дело, я хотел поправить. Дело в том, что нас торжественно поздравили совсем недавно, и мы являемся в лице книгосервис уже членами Арбекона, поэтому почему нас обозвали внешне... Мне не очень понятно. Хорошо? Да. Теперь о сути самого проекта. Собственно говоря, две стороны вкладывают в него то, что они научились уже за последние лет 10-15 хорошо делать. В частности, в рамках данного проекта мы отвечаем за поставку в общую копилку крайне необходимого объема... крайне необходимого для науки и культуры образования контента, которые сосредотачиваются в периодических изданиях. Это первая часть, которую мы в рамках этого проекта взяли на себя. И самое главное, с помощью своей IT-технологии, которую мы активно сегодня предлагаем в ВУЗы, мы гарантируем, что последующее использование этого контента будет 100% легитимным, потому что все поставки контента в эту систему базируются на прямых договорах с авторами. Это первая задача. Вторая задача в рамках нашего проекта, она не менее сложная, а может быть, учитывая колоссальный опыт Арбекона в решении вопросов, связанных с созданием IT-платформы и, скажем, имеющего такую современную мощную базу за спиной, как проект Марс. А вот вторая задача, она представляет, наверное, для Арбекона сегодня более сложную проблему, за которую мы взялись мы, это коммерциализация проекта. То есть, фактически, в рамках данного проекта, при всем при том, что мы надеемся на серьезную государственную поддержку, я буду об этом говорить, и у нас уже даже задел в этом направлении сделан, вообще-то проект рассматривается как коммерческий, который мотивирует всех его участников не только социальной значимостью этого проекта в целом для нашей страны, я согласен с Александром Ивановичем в этом, но также и участие в этом проекте всех сторон основывается на, надеюсь, со временем, с весьма рентабельной работе. Вот эта часть, она тоже за нашим консорциям. Итак, Александр Иванович, сколько даете времени? Может быть, я уже его исчерпал. Сколько? Сколько? Три минуты. Хорошо. На этом слайде представлено наше представление о запутанной ситуации с правами на цифровой контент. Собственно говоря, мы его с точки зрения четвертой части Гражданского кодекса классифицируем, и имеется в виду, что для каждого типа необходимо свои лицензионные договора и так далее, в зависимости от типа произведения и от состояния. Но от состояния это более интересно, то есть периодические издания в данном случае могут, или их архивы, о которых нам предстоит ввести гражданский оборот, они могут рассуществовать в состоянии служебного произведения, произведения, право использования которых перешло в общественное достояние, произведения, в том числе в составе АБС или издательские произведения сегодня, произведения использования которых, периодические издания, осуществляется незаконно, и так называемые произведения, периодические издания, назовем их сиротки. То есть ситуация достаточно сложная, и вот всей этой кухней должна, ее всю должна отрабатывать технология IT-контекстом. То, что касается второй части, то, что касается второй части, я, наверное, в связи с отсутствием времени не буду показывать слайды. Дело в том, что с Александром Ивановичем мы представляли проект в рамках приоритетной программы направления развития науки и техники до 2013 года. Мы дошли до, можно сказать, завершающей стадии, представляли проект весной этого года в апреле замминистру Беленкиной. В целом, проект был поддержан, и мы уже думали, что, в общем-то, сможем на этой конференции доложить о том, что вопрос финансируется. Но, в общем-то, вот эти некоторые изменения у нас сегодня связаны с выборами. Пока эту тему отложили на потом, и мне очень приятно было услышать в докладе представителя Министерства образования и науки Даниила Владимировича Митрофанова, что эта работа наша не прошла зря, что доклад и эта тема находятся в поле зрения Министерства образования и науки. Мы будем, Александр Иванович, эту тему двигать дальше. Поэтому, в связи с недостатком времени, я хотел показать там часть вопросов, связанные... Ну, могу, если Александр Иванович разрешит. А? Да? Я думал, кратко, сестра таланта. Так. Дело в том, что эта презентация в основном касалась, во многом касалась второй части. Я пропущу слайды, которые касались постановочной, там необходимость, научная новизна. Так, что мне... Это... Научная новизна и так далее. Но по условиям сегодня... Государственная программа, приоритетное развитие науки и техники, вот, а мы шли по разделу проекта по инициативе бизнеса. Необходимо было доказывать возможности и перспективы коммерциализации этого проекта. То есть, по условиям этой программы, государство дает свои средства. Ровно столько же должен дать, инвестировать в проект бизнес, вот, и гарантировать, что в последующем деньги государству вернутся в виде рабочих мест, налогов и прочих факторов, индикаторов их называют, которые будут обосновывать вложения государства в такого проекта. Поэтому это дальше касается... Я новизну пропускаю. Значит, вот этот слайдик касается второй задачи, о которой я говорил в своем выступлении. Каким образом и откуда мы планировали после вывода проекта на рабочий режим его окупаемость. В том числе для Арбикона. Перечислять. То есть, мы выделяем следующие способы использования того ресурса, который будет создан. Это первая модель B2B, которая, в свою очередь, распадается на несколько подэтапов. Ну, самый простой, самый знакомый пример этого способа использования, то, что сегодня нами обсуждалось, это подписка на те или иные ресурсы вузов или организаций, в том числе и зарубежных. Вторая модель B2C. Ну, наиболее известная сегодня модель – это Литрис. Ну, наши ресурсы сегодня используются на таких известных площадках Экозон, Apple Store и других. Собственно говоря, точно так же распространение того контента, который будет нами огреять. Тут нюансы пошли. Одним словом можно сказать, что проработанная экономическая модель, серьезно. Вообще заявка, сколько страниц у нас было? Сколько? Ой, ой. Ну, страниц 300 была заявка, да? То есть, действительно, огромная работа. Мы ее не афишировали. Мы работали примерно полгода. Ушла и была поддержана в принципе государством. Мы надеемся, что при благоприятном развитии будет еще государственное финансирование, потому что задача национального уровня, на самом деле. Александр Иванович, спасибо. Доклад окончил. Великолепно. Тогда я вам тоже покажу один слайдик, а пока его готовлю, я Игорю Крутихину передаю слово, и он скажет, а как он тогда видит с библиотечной точки зрения в терминах арбеконовских проектов, да, нам привычнее. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь рассказать про этот проект с точки зрения библиотеки. Во-первых, что хотелось бы сюда включить в первую очередь? Вот мы предварительно договариваемся, что ориентация будет на подписку библиотек. То есть, это не только научные журналы, это журналы разнопрофильные, но так как есть в Арбеконе хорошая статистика, что библиотеки выписывают, то первое время, на первом этапе, во всяком случае, будет обращаться внимание на наиболее выписываемые журналы, то, что пользуется наибольшим спросом у читателей библиотек. Параллельно, естественно, будет вестись работа и с региональными издательствами, и с менее выписываемыми журналами, и с специализированными журналами, но основной упор вот на такое активное ядро подписки библиотек. Далее, как это будет функционировать, скажем так, в информационной системе. Мы сегодня смотрели уже, как Марс, база данных Марс положена в новую поисковую систему, видели, что достаточно гибкие поисковые возможности, и естественный вопрос, естественное продолжение этой системы, если будут соответствующие соглашения с издательствами, а предварительные договоренности такие уже есть, то просто вот в эту оболочку имеющуюся, где есть достаточно подробная аналитика на большой массив журналов, подкладываются полные тексты. То есть, как это сделать, примерно, в общем-то, понятно. Понимание есть. Далее, система распространения, естественно, будет самая разная, это Виталий Сергеевич может сказать более подробно. У нас, с точки зрения библиотеки, какие виды участия вот в этом проекте предполагается для библиотек. Ну, первое, самое простое, это подписка на электронные версии журналов. Я так думаю, что будет достаточно гибкая система. Можно будет подписываться на электронные версии, ну, так как сейчас сделано на научно-электронной библиотеке, это полностью журналы какие-то. Можно будет получать статьи, но, соответственно, и частным лицам, и библиотекам. В этом отношении хотелось бы обратить ваше внимание, что когда осенью будет подписка, подписная кампания, я думаю, что к тому времени будет уже определенное ядро журналов в рамках этого проекта. Поэтому призываю, просто свяжитесь с Александром Ивановичем, или с Виталием Сергеевичем, или со мной, и спросите, на какой стадии находится проект, очень велика вероятность, что уже к осени будет возможность подписаться на 13-й год на определенные журналы. Так как, повторюсь, это должны быть наиболее спрашиваемые журналы, то, может быть, рассматривая варианты между печатной и электронной подпиской, кто-то склонится и на такой вот вид электронной подписки. Следующий момент. Мы приглашаем к участию в этом проекте все библиотеки, ну, по образу и подобию Марса. Очень важно, что вот в проектах Арбекон, в частности в Марсе, отработана технология взаимодействия библиотек, при котором каждая библиотека, вкладывая вот в общее дело там немножко, скажем так, получает гораздо больше. Что предлагается библиотекам? Первое предлагается библиотекам. Так как от издательств получается уже просматриваются и действительно в работе две схемы. По одной схеме получаются электронные версии имеющихся номеров, и их уже дорабатывать не надо, надо только связать соответствующие статьи, соответствующими записями Марса. Это один механизм получения, так сказать, полных текстов. Второй механизм получения, то, что говорил Александр Иванович, в некоторых издательствах нет полных архивов, и нет иногда даже архива на, ну, допустим, пятилетние архивы журналов. Поэтому будет задача по сканированию. Причем сканирование будет и глубокое сканирование, полный архив, и сканирование менее глубокое, допустим, 10-12 лет, то, на что у нас есть записи Марс. В этом отношении библиотека может принять участие, особенно если есть оборудование, если она удовлетворяет определенным требованиям, в сканировании, в полном сканировании журналов, по соответствующим, безусловно, соглашениям с редакциями журналов. И в ответ библиотека получает возможность полученные вот эти архивы использовать у себя в сети, в интернет, и будут еще какие-то дополнительные льготные условия по доступу к остальному массиву, полнотекстному массиву журналов. Еще один момент. Естественно, что вот те 2000 журналов, которые есть в Марс, не исчерпывают вообще полностью наличие периодики. Журналов гораздо больше. Плюс в Марсе это архив 10-12 лет. Здесь ставится задача более амбициозная, то есть это больше глубина архивов. Поэтому будут ставиться задачи по каталогизации, то есть по описанию, вот по правилам Марс, журналов, которых пока в Марсе нет. Это тоже будет работа, значит, система определенных стимулов, то есть если библиотека готовит какие-то записи и передает в эту систему на определенные журналы, соответствующий доступ к полным текстам этих журналов предполагается тоже сделать бесплатным, скорее всего, и, по-видимому, будут определенные льготы и на другую часть массива. Еще один вопрос возникающий, что будет с Марсом и что будет ВДД, СДД в рамках вот нового проекта. Александр Иванович сказал, что это новый проект, действительно это новый проект, в который Марс входит в качестве составной части. Тем не менее, вот жизнь Марса в этом случае видится достаточно такой радужной. То есть если мы уже давно говорили, уже года 2-3 говорим, что если в Марсе не появятся полные тексты, то жить Марсу осталось, ну вот, не знаю, 2-3-4-5 лет. Можно спорить сколько, но без полных текстов, естественно, Марс в скором времени перестанет быть интересным как таковой. Если этот проект пойдет, есть все предпосылки для того, чтобы он хорошо развивался, то Марс будет существовать столько, сколько этот проект. Сколько будет потребностей в полных текстах, соответственно, столько потребуется библиография, библиографическая информация для поиска статей, для обеспечения точек доступа к статьям, соответственно, столько будет жить Марс. С точки зрения проекта ЭДД, здесь немножко более сложная ситуация, потому что на первом этапе, безусловно, проект ЭДД будет существовать в том виде, как он сейчас существует. Единственное, изменится способ доставки. То есть, если мы договариваемся с издательствами, то издательство знает и получает соответствующее вознаграждение за те статьи, которые передаются в рамках ЭДД. Ну а когда в самой светлой перспективе, какой-то далекой, 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 так сказать, светлой перспективе, когда будет там очень большой массив журналов в электронном виде, и это все уже будет готово и оцифровано, то, естественно, что значимость проекта ЭДД здесь, наверное, сойдет практически на нет. Еще один очень важный вопрос, как планируется представлять информацию вот в этой полнотекстовой базе данных. Будет ли она на уровне полных текстов, так сказать, с возможностью поиска по тексту, или будет она представлена в виде изображений. Я так думаю, что в ближайшие несколько лет будет такая смешанная система. Если в издательствах есть полные тексты, то это замечательно, естественно, сразу попадают в систему полные тексты. Если журналы такие, но обычно из гуманитарного профиля, которые легко распознать, и качество распознавания будет достаточно хорошее, то подкладывается текст под изображение, это делается. Если сложные журналы, там, математические формулы и так далее, и так далее, то допускается достаточно длительное существование в системе метаданных в виде базы данных Марс и изображений журналов. Вот все, что я вкратце хотел сказать по поводу этого нового проекта с точки зрения библиотеки. Спасибо. Слышно. Работает. Ага, ну вот, видите, я в безумном количестве презентаций увидел, да, у меня несколько тысяч их за 15 лет накопилось, вот случайно нашел эту презентацию и картинку нужную. А вот, это, в принципе, вот описан принцип, как мы видим, да, такая общая схема проекта. Вверху библиотеки корпоративно сотрудничая, а среди там могут быть не только библиотеки, тут могут быть какие-то центры отцифровки, да, это могут быть большие очень массивы, это может быть книжная палата, да, вот, либо национальная библиотека. Вверху библиотеки идет, вот, распределенная деятельность по созданию вот этого большого массива. Слева это система взаимодействия с правообладателями, очень сложная, муторная, пока еще не очень хорошо налаженная, но все равно она наладится и в свете желания ЭБС и вообще просто иначе не выжить будет никому. Справа это коммерциализация, это продажа этой системы, не только в России, но и за рубежом, и для этого будет использована опорная сеть, которая уже существует и в книгосервисе, и в других организациях, и, безусловно, мы будем и с другими сетями взаимодействовать, и уже есть система достаточно серьезная электронной продажи через всякие современные механизмы интернетовские, да, с оплатой через телефон, в общем, вся современная инфраструктура, вот, как бы на это привинчена будет. Внутри системы будут использованы решения, которые будут обкатаны на, во-первых, проекте, который мы обсуждали, мы его называем ГВП-НТБ-сный проект, но вот проект ЦИКОН, да, вот, куда тоже эти решения попадают из других проектов, в частности, из Казанского, Башкирского проектов и прочих, вот, будут использованы также и здесь, потому что появление новой, как бы, национальной платформы, такой гармонизированной для этой предметной области, она очень привлекательна для портирования этих технологий у различного типа проектов, вот здесь это точно будет использоваться, в частности, то, что вы видели, вот, новый принципиальный поиск. Ну и внутри мы видим четыре таких принципиальных подсистемы. Первая подсистема сопровождения и структуризации информации и аналитической росписи статьи. Значит, здесь я хочу одно слово сказать. Ну, да, считается, что в полных текстах есть и все метаданные, какие только есть. На самом деле, я уже произносил эту фразу, да, она все чаще повторяется большими аналитиками мировыми, что в интернете куча информации, там нет только хорошего библиографа, вот, что очень даже, наконец, это все начали понимать уже на практике. И мы в качестве хорошего библиографа, который принципиально улучшает поиск и достоверность, и зашумленность уменьшает и повышает, это все-таки аналитический роспись. Это роспись, которая делается человеком, и достаточно интеллектуальный труд, да, при использовании специальной лингвистики, лингвистики, отвечающие желательно стандартам там национальным, ну, по крайней мере, это правильно спроектирование информационной системы поисковой было бы. То есть, участие наравне с полными текстами и этой аналитической росписи дает эффект, энергетический эффект дает новое качество в принципе поиска. Вот, поэтому проекты, которые этим не обладают, они уже определенно будут проигрывать при сравнении этих проектов. Дальше, а такие проекты, как грибы, будут появляться на самом деле. Дальше, подсистема связывания библиографических записей и цифровых объектов. Ну, как понятно, скорее всего, это будет эклектика цифровых объектов, да, мы не можем сразу очень качественно начать распознавание текстов, да, не дай бог это математические тексты, так это будут безумные расходы, кто знает эту проблематику, представляет, о чем я говорю. Вот, поэтому будет использован такой разумный подход, да, где-то распознанные, где-то нераспознанные, где-то получше описанные. Но постепенно это все будет сливаться в одну по системе обработки. Третье, это по системам представления доступа и коммерциализации архива научных... Ну, тут, видите, научные слова, кстати, я должен сказать. И вот Виталий на слайдах показывал, что архив научный там для науки образования нет. Это просто презентация была для Миноборнауки, да. Конечно, для Миноборнауки принципиальное образование, да, и наука. Вот, на самом деле здесь все, и культура вообще все. Мы не ограничиваем предметную область, которой мы занимаемся. Вот. И по системам взаимодействия с правообладателями. Это вот, это система заключения и ведения лицензионных и сублицензионных договоров вот этой деятельности. Что самое сложное, наверное, во всем проекте. Ну, и использование, да, на разных условиях. Значит, конечно, этот проект будет отвечать всем основным требованиям, которым отвечают все проекты Арбикона. Да, это совместное создание и совместное использование обобщенного массива. Значит, могут быть какие-то нюансы, но в любом случае тот, кто работает, тот и будет получать свой кусок работы или обобщенный кусок работы за бесплатно, либо с очень крупными скидками. Ну, вот, чтобы дать возможность вам задать вопросы, я тогда замолкаю, пожалуйста, у кого есть вопросы. Микрофончик дайте, пожалуйста. Прудников, научно-исследовательский центр Инфроэм. Ну, я просто хочу порадоваться за вас, что вы, наконец, обратили внимание, государство, на эту проблему. Ну, это первое. А вопрос второй. А вы туда участников принимаете к разделу пирога? Ну, когда пирог будет, так и желающие-то найдут, что его съесть. На самом деле, я понял вас... Я еще просто еще... И уже, наверное, скорее всего, даже не вопрос, а реплика. Мне показалось, что вы недооцениваете масштаб проблемы. Потому что, на самом деле, реально, мы этим занимаемся полтора года. Мы это не афишируем, мы формируем журнальную базу, в смысле, базу статей и журналов. И делаем это напрямую с авторами. А судя по вашей презентации, вы собираетесь это делать с издателями. Вот сразу могу сказать, там сплошное пиратство с точки зрения представления в электронном виде. Ну, может быть, не 99% журналов, а процентов 90% не заключали договоры. И то, что вы говорите о архиве туда, вглубь веков, собрать не удастся. Потому что я могу сейчас сказать, что у нас примерно 15% журнала охвачено. Ну, естественно, это отдельные номера. То есть, выложить уже сейчас вам в полном объеме это не удастся. Спасибо за вопрос. Вы нам дали возможность поговорить на эту сию. Спасибо. Вопрос последний, я считаю, очень интересный, очень актуальный. То, что касается первого вопроса. Вот. Я думаю, что, по крайней мере, наша позиция, как участников проекта, что он должен формироваться как открытый. И все разумные предложения по участию в проектах, наверное, могут быть рассматриваться Советом Арбекона. И здесь нет какой-то камерности. Вот. Это пункт номер один. И пункт номер два. То, что касается вопросов правовых. Да, эта тема есть. Есть то самое, то, то, то самое, значит, или та самая ситуация, что периодические издания, более того, я описал на слайде, что правообладатели периодических изданий не заключали, а сейчас, как правило, и не заключают договора с отдельными авторами. Хотя некоторые начали заключать. Но есть и правовая позиция, которая позволяет, достаточно сильно, которая позволяет эту ситуацию решать. Дело в том, что в том же Гражданском кодексе допускается, единственное исключение сделано для периодических изданий, о том, что допускается заключение договоров с авторами в устной форме. Да. Значит, вот я предлагаю дискуссию не переносить. Поэтому вот этот вопрос, он не сегодня возник, он дискутируется. И я думаю, что при разумных различных нюансах, связанных с решением вопроса, значительная часть контента будет легитимная. Допускаю, что некоторые будут часть контента, которые просто в эту систему не попадут, ну, пострадают, собственно говоря, те же авторы. Я еще одну... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Виталий Сергеевич, все-таки там, вот я сам согласен, есть исключение. Но речь идет о единственной публикации в бумажном виде. В бумажном. Черным по белому, что называется. Потому что у нас, если мы говорим про электронную, в смысле, про электронную форму, это доведение до всеобщего сведения. Это иной способ использования. Поэтому это не прокатывает. Хорошо, я на самом деле не хотел бы дискутировать, но это на самом деле заблуждение. Ну, я хочу... Да, спасибо большое. Чем больше вы нам откройте глаза, но я могу сказать, что люди, которые тратят свои личные деньги на бизнес-проект, довольно хорошо перед этим думают. Ну, так вот посмотрим, да, кто победит. Значит, это раз. И этим отличается проект, когда вам дает дядя со стороны и говорит, ну да, попробуй, пробеги согреть. Да? Мы многим рискуем. А вы... Да, мы тоже тут вот живем в этой реальной среде. У нас тоже достаточно издательств, с которыми мы очень неплохо работаем. Вот. Поэтому есть раз. И господин Усков тут рядышком с нами ходит тоже, и мы задаем вопросы. Вот. И Наумов есть такой товарищ, с которым мы тоже общаемся. Так что все не так просто. Мы думаем. Проблем навалом. Проект будет реализован. Он нужен стране. Без него страна не может жить. Дальше нет альтернативы. Он должен быть реализован. Он просто вот должен. Вот. Я обещал дать вам слово. Пожалуйста. Да. Вопрос первый. Значит, вот глубина оцифровывания периодики за, скажем, старые годы, да? Какая глубина архива предполагается? Максимальная. Максимальная, да. Да. Но вот в каталогах электронных, вышел на библиотек, там представлено, ну, хорошо, если там, скажем, с 90-го года периодика, да? То есть дальше оно не пойдет. Я про это сказал. Если журналы стали производиться в электронном виде, мы договариваемся. Причем там есть разные варианты. Мы можем перемещать текст, что желательно, в единое хранилище, полный текст. А можем использовать и удаленный источник, если издательство его предлагает. Но мы хотим иметь этот массив на полную глубину. Если у издательства нету этого массива, мы найдем, где его журналы, которые они потеряли за всю свою историю, где они находятся. Вот вопрос о том, кто, какова роль библиотек в оцифровке? Или это делают не в библиотеке? Это будет, это эклектика. Где-то это будут в библиотеке, потому что понятно, что маленькая библиотека, но она может делать очень качественно, вот там 5-10 журналов, которые есть, как в Марсе. И они ко сьми лягут, и это качество будет абсолютное. Это мы узнаем, как Марс работает. Но нам выгодно, в принципе, с большими хранилищами иметь дело, где есть профессиональная техника, потому что проблема гармонизированная, что-то отцифровать, она очень сложная. Легче иметь один центр, куда все свести, и попробовать там сделать. Но это не удастся, потому что задача очень большая. Поэтому таких центров будет много. Кто-то, кто сможет и будет удостоверен, будет делать коллекцию у себя и будет ими владеть потом. А кто-то передаст, а кто-то маленький будет делать мало, но качественно. Спасибо. Пожалуйста, вопросы еще. Микрофончик, пожалуйста. Не графит Москва. Приятие маленькое, и народу с каждым годом все менее. А библиотека очень хорошая. И как раз вот речь идет о архивах тех журналов. Там 50-й, 65-й год, 70-й. Но некому цифровать. Вот как быть? Мы с удовольствием можем предоставить материалы. Если мы договариваемся с правообладателем на право от цифровки, и мы определяем, что это есть. Вот, например, в вашей организации вы являетесь частью этого проекта, то мы решаем эту проблему. Хорошо, спасибо. Это мы можем передавать, обучать там, скорее всего, передавать. Так же, как работает сейчас Ельцинская библиотека. Там ничего нет в Ельцинской библиотеке. Это сплошной аутсорсинг. Берутся вовне материалы, оцифровываются на базе президентской библиотеки. Качественная и однообразная. Единообразная. Еще, пожалуйста, вопрос. Галина Николаевна. Александр Иванович, мне кажется, вот в этой вашей схеме не хватает еще одного квадратика. Как эти ресурсы будут использоваться в научной среде? Может быть, имеет смысл в центре поместить еще один квадратик и подписать под систему, ну, что-нибудь типа РИНСа? Ну, то есть, это вопрос по поводу РИНСа или по поводу... Нет, нет. Просто Игорь Валерьевич вчера делал доклад и, да, говорил, что там очень мало представлена, значит, марсианская периодика. Да, вот, пожалуйста. Здесь сразу давайте разделим. Вот, научная электронная библиотека и новый проект. Значит, научная электронная библиотека ориентирована в данный момент, научные журналы преимущественно. Я на своих слайдах показывал, что, ну, примерно половина от наиболее востребованных журналов, библиотек разных, системы ведомств, в настоящий момент не представлена в научной электронной библиотеке. Здесь проект ориентирован на все журналы, на все журналы, которые есть, не ограничиваясь вот словом научное. Второе, то, что делано в НЭП и то, на что пока новый проект ни в коей мере не замахивается. Это вот РИНС. Значит, обработка пристатейных списков литературы и, там, ну, всякие наукометрии и построение различных списков здесь действительно научная электронная библиотека впереди, так сказать, ну, в России. Так сказать, в России всей. На данный момент пока эта задача не ставится, хотя она, естественно, имеется в виду. То есть появятся возможности, появятся, так сказать, технические, программно-технические, организационные возможности. Все это будет, но это вдалеке это самое. Если говорить об использовании, еще раз, значит, целевая группа. Когда мы говорили о Марсе, например, целевая группа, кто у нас подписчики? Это библиотеки. То есть мы его не передаем частным лицам, не выставляем в свободный доступ и так далее. Не-не-не. То есть доступ ограничивается только библиотеками. Значит, новый проект не ограничивается библиотеками. Значит, это, ну, все потребители, которые хотели бы поработать с российской переводикой в электронном виде. Это будут, естественно, библиотеки в первую очередь, как организации, которые, ну, собирают, предоставляют доступ и так далее, и так далее, и так далее. Это будут научные организации, в которых ученые просто, помимо библиотеки, хотели бы, значит, получить доступ. И Виталий Сергеевич сказал, что есть уже опыт работы там и на зоне, и там интернет-ресурсы, и там мобильные устройства, и так далее, и так далее. То есть, если частный потребитель просто захочет получить доступ к статье, есть опыт работы информационной системы, связанной с платежными системами, соответственно, он за какую-то разумную плату может получить и поработать с конкретной статьей. То есть здесь потребитель самый широкий. То есть, да, я хочу добавить, вот Игорь же правильно сказал, что, в принципе, здесь принцип такой, мы работаем даже с физическим лицом. Эти базы будут индексироваться поисковыми роботами, да. То есть через мобильную систему вы можете найти любую статью в архиве, оплатить ее электронным образом, на лету и на лету получить полный текст в нужном виде, в нужном месте, на любом устройстве. Вот это и есть, на пленаре я выступал, это и есть интеграция, собственно, библиотечных систем, вот веб 2.0, а в перспективе 3.0. Вот когда 3.0 будет, тогда многие проблемы текущие будут решены вообще. То есть это будет новое качество, в принципе. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, город Новосибирск, областная научная библиотека. У меня вопрос несколько в другой плоскости, скорее, наверное, технической. Как я понял, оцифровку будет производить несколько организаций разных, возможно, на разном оборудовании с разным качеством. Какими рычагами или способами будет и будет ли обеспечен контроль качества оцифровки? На самом деле, ну, тот же опыт Марксона, например. Значит, есть единые требования к библиографическим записям, есть система контроля. Это просто полностью переносится на новый проект. То есть мы не просто говорим, что давайте сканируйте все, кто хотите. Есть система контроля. Значит, если ты хочешь подсканировать, ты заявляешь о своем желании, ты сообщаешь, что ты можешь сделать, ты выполняешь тестовые примеры, да, тебе выкатываются соответствующие требования. Если ты делаешь копии с соответствующими этим требованиям, добро пожаловать. Не соответствующих, ну, извините, поищем еще. Нет, начитается с того, что пишется положение о проекте. В Арбиконе есть положение, как создаются положения о любом проекте. Порождается положение о проекте. Оно обрамляется методическими разработками. У нас есть система обучения, тренеры, логистики, методисты, которыми обрастает новый проект. Их задача будет обучить желающих работать в этом проекте и сертифицировать ту или иную организацию. Причем, если организация не выполняет требования к качеству или к срокам, она просто выводится с проекта, как это делается в арбиконовских проектах. Мало того, у нас есть всякие выездные формы. И вот эта практика показала, что не любая организация попадает в проекты Арбикон. Далеко не любая. И некоторые тратят годы, чтобы попасть в тот или иной проект Арбикона. Пока она не научится, не найдет меняемых людей, не построит там бизнес-процессы внутри себя так, что будут удовлетворять требованиям конкретного проекта. Спасибо. У меня маленький такой, может быть, приятный яркий штришок к завершению нашей дискуссии. Я могу сказать, что к данному моменту наша группа компаний практически завершила оцифровку крайне интересного архива, который вообще отсутствовал на рынке. Это знаменитый иммигрантский журнал «Посев». За все его годы издания мы имеем исключительную лицензию от них. И осталось только, скажем так, этот журнал найти участников проекта «Марс», которые смогут взяться за расписывание этого журнала, за аналитическую роспись этого журнала. Я думаю, что таким образом уже в рамках этого проекта на рынок будет представлен очень интересный продукт информационный для истории, для культуры, для образования. Я очень надеюсь, что в этом случае не возникнет та проблема, о которой говорил Владимир Михайлович, что придет белогвардейский офицер и будет говорить, почему со мной заключили договор. Я хочу добавить, чтобы недооценивали силу корпоративных проектов. В «Марсе в день» создается тысяча записей, тысяча статей в день описывается. В пиковый момент описывается две тысячи статей. И это аналитика при использовании рубрикадров и так далее. Ни одна контора, ни одно издательство, ни одна библиотека, включая там национальные какие угодные, не способна работать с такой скоростью, с таким качеством, с таким охватом. Поэтому альтернативы нет. Только корпоративный проект, который позволит это сделать хоть в какие-то приемлемые сроки и хоть за какие-то приемлемые деньги. Потому что проекты «Арбикон» построены так, что мы не платим сотрудникам, организациям, которые работают в этом проекте. Они мотивированы, им выгодно по-другому здесь быть. И я сейчас у нас уже осталось минус 20 секунд. Я, оказывается, презентация на эту тему была, которую я открыл. Да. Значит, я вам просто покажу. Это «Арбашное» выступление было. Вот такая схема. Вот наполнение. Как библиотеки наполняют. Каталоги, аналитическая роспись. Разные базы формируются. Внизу мотивация приведена. Дальше. Легитимизация. Процесс. Мотивация. Почему она выгодна? Дальше. Использование. Каким путем? Мотивация. Почему это выгодно использовать? Ну и вот роль библиотек. ТРПР. Вот наша конференция. Вернее, ее реклама на РБА. Если у кого-то есть что-то принципиальное, что он немедленно хочет сказать, я дам слово. Если нет, тогда я передаю бразды правления следующему круглому столову. Нету ни у кого вопросов в принципе. Спасибо большое.